доброго времени суток дорогие детишки так мы ваннур лондо опять же на случай если кому-то интересно здесь вот сидит горгуля да и с его помощью можно обратно спуститься в сэндс фортресс но меня это конечно сейчас не интересует мне бы до bonfire добежать ибо 40 тысяч душ то надо потратить bonfire частью здесь недалеко врагов врагов можно как бы пропустить всех вот этих вот парней да то есть они такие ну и к нафиг я к ним потом вернусь что в некоторых местах они охраняют некоторые приятные ништяки в сундуках вот но bonfire у нас прямо здесь вот здесь вот слева вот и он нужно человечность ну ладно уж тоже нужно начинать хрен тебе так новый уровень так 25 чик чик 23 и пара левелов и нормально здесь у нас стоит быть ёлочка и фью сиклорку инзорки и кстати он и фьюа это тоже коронитель с огнем местная и можно зарезать получить с нее душу я этого не буду именно так ну хрен бы с ней так наверное пойду разберусь сразу с гигантами этими дабы с них поиметь ништяков из с сундуков которые они охраняют почему я паузы не использовал потому что у меня так надо сделать их можно выманить по одному и как как и следует делать иди сюда конечно можно это сделать луком но мне просто лень его экипировать дядьки такие не слишком сложные просто блокируем их атаки или там уворачиваемся единство что у них щит вот этот большой очень щит да ладно через который пробить его андреал плюс он любит крутить в комбы свои сраны алебарды почему-то пошел в жопу вот второй ты какой хера согрелся и почему-то у меня еще и пробивается второго удара но если от них убежать подальше насколько я помню они вернутся на исходную позицию или нет да вот один уже возвращается ну ладно подеремся с другим когда парнем ну естественно конечно же они довольно бронированы ну то есть самая простая тактика будет с ними конечно когда они по одному нормально выманены это дождаться вот этого удара щитом только не попадать под него как я это сделал криво да то есть те страны где он не должен был до меня достать ну ладно стала достал так вот не попадать под него а наоборот увернуться чик ну и в ответ к его ему по спине пару раз нарезать у них несмотря на то что у них довольно большой толстый армор почему-то они при этом имеют довольно малое количество пояс но опять же тут все упирается в то что у меня двуручный меч а чтобы с этим они демонический титанит например лежит а чтобы не впасть в нокдаун от вручных мечей вручных ударов там и короче чем больше мечтем больше нужно пояс то есть баланса до чтобы но то которыми там каком-то видео говорил что в седьмом там где-то эпизоде в районе таком или в шестом не помню точно тем больше баланса нужно чтобы короче не впасть чем больше мечтем больше баланс короткого меча допустим хватит там и условно там и 20 баланса до чтобы один удар пережить и не впасть никуда от моего например нужно гораздо больше не важно все том что видимо у меня делала скорее не даже не в том что у них мало пояс а в том что у меня просто довольно мощный меч то есть четырех ударов он складывается да кстати промеж ног у них плясать как у голема можно тоже прекрасно потому что они парни большие вот ну или вот короче возможности его нарезать выше крыши чудо этот с четырех ударов не умер главное просто не за руку не залупаться да и спокойно и без затей нарезать так ну этот вот сундук тут мерцающий титанит это все еще обычный сундук а в этом сундук этот сундук это у нас мимик что опять же можно заметить по цепи который выглядит не так как обычная в нем лежит вип он опять же что является как бы уже такой темой а я вспомнил зачем я хотел ну да принципе правильно что сюда сначала пошел кристаллическая алебарда здесь у нас лежит она ровно такая же как и все остальные кристаллические вип она ее нельзя чинить прочность у нее 20 всего лишь но у нее неплохой урон есть кому-то вдруг надо то вот она здесь лежит но в ту сторону у нас тупик пока что до тех пор пока я не получу лорд весел я уж не знаю как у вели туда-обратно там понятно на пола вла плюс еще раз на случай пвп здесь вон орландо тоже довольно часто особенно ближе к боссу тоже довольно часто любит атаковать пвп шники впрочем я что-то так получается что чуть ли не про каждую локацию так говорю что стра туда короче все упирается в билды пвп шины какие-то билды лучше для одной локации какие-то для другой например вот в болоте в этом до который ведет паучихи там особо популярен билд на арбалете таком вот здесь не здесь потом в другой локации можно будет найти в одном определенном темном углу арбалет под названием avacin если не память не изменяет да я его как-то упоминал он в каком-то из первых видео буквально я упоминал он делает по три выстрела за раз до болтами плюс там у нее еще какие-то бонусы наверняка есть я тут даже не скажу точно я его ни разу не поднимал сам но суть том что виду осложненные как бы местности в этом болоте да поскольку кольца чаще всего у людей нету который позволяет быстро двигаться в болоте то как пау пашнику проще с этого арбалета ну пристрелить жертву ну короче вот там вот этот билд использую очень часто если кто-то на вас там нападет в пвп знайте что скорее всего этот человек имеет своем распоряжении вот этот арбалет овации ну как видели там у нас кстати долгое время не мог найти куда здесь идти все правит ларчик то просто открывался следует идти вот сюда кстати это именно именно то место но включая некоторые другие когда для чего как раз нужно отключать вот эту авто авто камеру там или как там то что когда мы пробегаем через вот это вот вот эти колонны при автоматической там вот этой камеры да и как там это называлось в опциях то то о чем я говорил в первом видео камеры очень сильно колбасит и можно легко навернуться вниз чего нам естественно делать не хочется ну собственно проходим вот сюда тут у нас тут же появляются какие-то непонятные дяденьки ну как непонятные для меня то они понятные лохи они во первых во вторых они по страже полотна артемиса что ли как его там ариами артемиса во вспомнил ну и плюс блин я это место ненавижу чуть более чем полностью потому что здесь узкие вот эти вот карниза да или не знаю как назвать с ним ножики выпали ладно хрен с ним на снег падает метательные ножики в основном что как бы говорит о том что здесь сложно довольно сражаться с этими парнями но есть нюанс если у вас есть лук у меня просто хотя у меня есть но я не хочу этим заниматься не лень если есть лук можно издалека прицелившись там выцелить их бошку да и хэдшотами их забить том что при попадании в голову да как бы персонажа отбрасывает как игрока так и врагов то есть но хэдшот тупо вот и поскольку они стоят на узких опять же вот этих карнизах да то есть их можно легко скинуть вниз точно так же но и не знаю мне лично больше нравится так просто аккуратно двигаясь спокойно их перерезать подождать когда они прибегут уж рано или поздно они всегда прибегают главное не не зафакапить с с этим вот с блин цели ну с наведением цели это да ладно потому что легко можно сделать вот так сука падла тупая ну вот какой хера блин она шаг еще делает когда этот удар ненавижу это место ну ладно почем хуманить и все равно нужно было выключить потому что во время пвп рассказывать всякие вещи не особо удобно показать и рассказать тут есть обо что поэтому поэтому хрен бы с ним конечно жалко что я помер именно здесь они в другом месте ну возможности помереть у меня будет еще достаточное количество концентрация мест которых которые имеет полную возможность испить кровушки игрока в полной мере тут зашкаливает все разумные пределы особенно там с двумя рыцарями там определенного свойства стоящими в одном определенном углу интимного характера что характерно делающие некоторые вещи такого же характера с ректальными частями игрока короче там то еще бы место для ненависти будет впереди айсиш не крути ты свою комбо тебе не светит про там помочь чтобы они сколько там восьми душат было вот их их бы главное не потерять за остальное все я еще главное в реале высоты боюсь что тоже не сильно меня радует правда часто я уже к этому месту более менее привык блин потому что я уже не первый раз как прохожу опять же по первому разу блин из этих странных карнизов ручонки то у меня попотели только в путь блин иди сюда кончай там херней страдать столбал ну и что да с и что ты шуток нахер все равно ненавижу это место хотя нет ручонки то сирос потели она зашивлены с икат на особенно когда знаешь что там восемь тысяч душ лежит что как бы почти level ну вот на моем на этом этапе упс короче бесит бесит иди сюда козел епта вот не пробивает же щит блин мудака вот нет надо все равно херней страдать ты что подвязывал уже реально уже идиот слушай но это уже не серьезно ты придурок те уже все ножи должны были кончиться наконец-то родил козела так главное души схватить ведь ведь все спокойно спать живописный меч какая прелесть их мечу его же меч упал так ну туда вот по лесенке это дальше проходить но можно свалиться вот сюда можно конечно не прямо отсюда сваливаться да ну там а затем подойти вот сюда кувыркнуться и попасть на вот этот карниз здесь по моему есть один один вражина да вот он сидит и здесь же есть и сундук с ништяком конкретно в данном случае это очередное как там его божественное небесное благословление на случай если она вдруг кому-то нужно так главное тут не навернуться ну и уйти отсюда можно ровно таким способом только теперь уже на другую сторону вот не все знают что она там находится здесь очередной парень ну и не то чтобы оно было сильно нужно прямо скажем что что-то выпало метательные ножи ладно они могут кстати пригодится ну если вдруг кто-то хочет пофармить да и не покупать то вот они здесь вот с них падают ну собственно все это мы делаем заради одного момента именно вот этот мост на где мы выходили где была горгуля ну там естественно обрыв в конце вот чтобы обрыв пропал мы вот сюда и идем активировать вот эту вот эту шняшку что как бы привлечет внимание еще одной горгули которая стоит по идее вот там как бы на том мосту но почему-то в видео ее не видно ну а я рекомендую сразу же вот это кстати пришла повернуть рычаг еще раз а затем прыгнуть на бошку горгули и при этом желательно попасть они так как я это сделал не такой просто к ее легче в итоге убить как бы ее не так не слишком тяжело с нее обычно до падает все чего у вас нет из горгуливого доспеха но это не главное главное что здесь есть как бы секретка про которую почему-то знают тоже не все видимо она недостаточно очевидно впрочем я когда первый раз проходил тоже не знал потом только чуть позже узнал если спуститься сюда здесь у нас во-первых bonifier с которого удобно добираться до босса во вторых здесь лежит какой-то ништяк по моему это душа или что такое а кольцо солнечного первенца что это за кольцо там было усиливы чудеса первенец повелителя гвина унаследовавший свет пардон свет когда-то носил это древнее кольцо повышает силу заклинаний чудес первенец повелителя гвина был богом войны но его глупость привела к потере летописей и он был лишен боджественного статуса сегодня его имя позабыто о да кстати ну ладно об этом сейчас чуть попозже и здесь плюс еще есть скрытый ковенант blades of the dark moon это местные менты как раз упомянутый мной в каком-то видео парни которые охотятся за пвпшниками попасть сюда можно двумя способами один это иметь в своем распоряжении кольцо определенное который можно добыть в катакомбах я потом скорее сюда покажу где она находится хотя вот насчет этого пока что не уверен хочу ли туда вообще идти а второй способ я покажу чуть попозже да чуть попозже по-любому просто как я уже убью босса потому что я хочу убить и другого босса сразу же наверное так думаю а вступать в лезвие темной луны или как их там перевели я не знаю мне наверное пока не хочется так вот ходят жестокие холивары по поводу того кто такой что это за первенец гвина кто это есть на самом деле да туда я пока тоже не пойду прицелье по туру сторону путаю в итоге большая часть комьюнити среди тех кто включает лор dark souls большая часть комьюнити склоняется к выводу что первенцем гвина является солер из асторы вот но тут как бы прямых доказательств этому нет во-первых во-вторых есть всякие еще другие кандидаты но он более такой короче всем спекуляции на эту тему говорится вызывает нешуточные холиворы до сих пор на форумах так далее через этих вот двух парней лучше все пробежать дальше потому что нахер они нужны такие красивые сюда они не заходят но есть еще другая проблема есть вот эти парни это горгули которые с копьями который свою очередь бьют молниями они весьма неприятные во-первых они стреляют вот молниями как сейчас видели все надеюсь во-вторых они пробивают щит естественно потому что это магический урон до моего как мощи только ну короче от магического урона он так включать в общем короче неприятные враги не люблю с ними драться по отношению нахер а вот это место я вообще ненавижу как видим два вот этих мудака стоят с луком драгона бойца и они отталкивают только в путь и плюс как видим на карнизе они на неприятном находятся короче козлы не тупы есть простой способ их убить а именно снизу оттуда с помощью одного специфического лука который у меня нет в данный момент но он по этот лук имеет просто повышенную дальность стрельбы и купив несколько стрел ядовитых просто стреляем в этого рыцаря да на карнизе он убиваемся горгуль и стреляем рыцаря на карнизе и через это отравляем его просто ждем когда он сдохнет так как вот я сейчас делал это естественно сложный способ и можно легко навернуться с карниза и короче сия пучина поглотила я кровью мне этим мудацкий рыцари выпили мама не балуй я умер наверно в этом месте 1 миллион блин ей богу я их ненавижу короче и слава те яйца что у меня с первого раза получилось сейчас это сделать но опять же все благодаря тому что у меня более-менее толковый меч помощь которого можно было его довольно быстро вырубить ну короче вот такая ситуация ну здесь опять же как видим bonfire и сидится лэр с которыми поговорю впрочем наверное в следующем видео на сегодня пожалуй все шарьте лайк эти видео оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложений в секции для комментов внизу подписывайтесь на канал до новых встреч в эфире